Иди! Ты выйди! Ты выйди! Потому что я еду по правилам, ты едешь не по правилам. По сути, этих претензий полицейские возражения не имеют, ведь они и сами едва ли не каждый день штрафуют без масочников в автобусах и троллейбусах. Но вот средства борьбы с ковид-диссидентами мужчина избрал явно неподходящие и для начала осыпал пассажиров бранью. И вот еще одна мразь без баски. Пол маршрутки мразей. Почему еще одна? Преодолев точку накала, поборник антиковидных мер и вовсе перешел в рукопашную. Теперь дебошир сам будет давать объяснение полицейским. В отдел полиции номер 3 по северному району УМВД России по городу Орлу с заявлением обратилась гражданка. Ее обращение зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, изучает видео, размещенные в сети интернет. Уже установлены и опрошены свидетели произошедшего. Процессуальное решение, говорят в УМВД, едва ли будет в пользу пассажира Дрочуна. Полицейские настоятельно просят Орловчан, независимо от их отношения к антиковидным мерам, выражать свою точку зрения, не теряя при этом человеческого лица. Для тех, кто скандалит в общественном транспорте, в советское время возник даже устойчивый термин – хам трамвайный. С двумя такими, правда не в трамвае, а в троллейбусе на днях пришлось склеснуться сотруднику Росгвардии. Девушка в троллейбусе одернула двоих матерившихся грубиянов, ответ не замедлил. Сделала замечание, чтобы все-таки как-то с выражениями был он поаккуратней. После чего я получила удар в лицо. Все, что дальше я уже помню, это как медики оказали мне помощь. Со слов очевидцев, на мое счастье в троллейбусе оказался неизвестный мне мужчина, который заступился за меня. Ну и потом это выяснилось, что это был сотрудник ведомственной охраны Росгвардии. Хотя Росгвардиец и был вне службы, ему пришлось задержать обоих шалопаев и призвать на помощь коллег. Находясь в маршруте патрулирования, получили сообщение о дежурном, что в общественном транспорте, в троллейбусе, который движется по московскому шоссе, необходима помощь нашему сотруднику. Прибыв на место происшествия, нами были задержаны двое граждан, которые были доставлены в райотдел для дальнейшего разбирательства. Сражи порядка напоминают, правонарушения в общественном транспорте всегда на виду, а стало быть и наказание за них почти всегда неотвратимо. Иван Суверин, телеканал Первый областной.